На котором присутствовал руководитель администрации, на котором присутствовали департаменты, на котором присутствовали профсоюзы в том числе, присутствовал руководитель предприятия и депутаты городского совета Ленинского района, где было принято решение о том, чтобы приостановить любые действия по так называемой реорганизации непосредственно этого коммунального предприятия. Тем более, что эта реорганизация и сокращение не были согласованы с профсоюзом в нарушении законодательства. То есть это решение было принято. Ну, оно хоть и принято, а директор предприятия принимали это решение, не принимали. Он как шел своим путем, так дальше он и идет. И вот сидит депутат городского совета, который рассказывает, как можно. Мы приняли решение там, в районе, на местном уровне это все дело сделать. Приостановить, разобраться, продумать, как лучше. Они депутаты, они знают, что там как. Они с людьми работают и общаются. Как лучше сделать? Потому что никто никого не слышит, дальше идет человек, идет своим путем. У нас просто, ну, мы можем говорить об экономике, мы можем говорить о многих вещах. Коллеги наши говорят о каких-то нарушениях. Это как бы, это в отдельная сторона. Ну, как бы, вот. Поэтому депутаты хотят, они приняли решение, комиссия приняла решение. Вам поручили с этим вопросом разобраться. То есть вы для себя примите решение. Вам такой руководитель нужен? Если он такой нужен, тогда мы должны как депутаты понимать о том, что вы сегодня скажите, я беру ответственность за директора Пивня, на себя. Тогда все вопросы, которые были к белому, они с этой минуты переходят к вам. Готовьтесь к тому, что у вас телефон будет красный. И любые обращения теперь, этого самого, работников Пивня, которые обращаются к своим депутатам, которых они избирали, депутаты будут обращать к вам. Насколько вас хватит? Ну, давайте таким образом поступим. Вы готовы сегодня на комиссии сказать, что вы берете ответственность за руководителя Пивня на себя? Александр Владимирович, я правильно ставлю вопрос? В принципе, да. Я хочу к этому добавить, что в субботу у меня была встреча с господином Асенкевичем, мэром города. Именно по этому вопросу, в том числе. Где однозначно Асенкевич сказал, мэр города, что этот человек будет воин. Это его решение. Я сказал, это ваше решение? Я сказал, да, это мое решение. На основании предложения депутатской комиссии. Тем более, руки развязаны. Есть решение нашей комиссии? Поэтому, я бы хотел, чтобы вот, нет, я просто в отношении того, что Александр Владимирович говорит, что мы сейчас изучим, посмотрим и так далее. Я не знаю, что там уже можно изучать. Уже это просто не изучается. Там уже изучать нечего. Понимаете, это просто самодурство. Я вам рассказываю, с чего начался вот этот конфликт. Из того, что три недели тому назад у нас на комиссии появляется помещение ЖЭКа номер 10, которое уже не помещение ЖЭКа, которое Пивда не обращается к нам, для того, чтобы его передать в аренду какому-то коммерческому предприятию. Это помещение ЖЭКа. Как? Объясните. Вообще, надо отобрать юрлицу, право передать. Ну, смотри, это отдельный разговор. Почему это все началось? Когда мы зацепились за это помещение, мы пошли потом по руководителю. Вот так получилось. Пока будем думать, пока будем считать, делать анализы, заказывать проверки и так далее, это будет продолжаться. Будет коллектив. А там все-таки в Ленинском районе проживает на минуточку сегодня 170 тысяч населения. 28 тысяч абонентов в арт-плате в Пивне это 70% абонентов всего района. Но мы должны это понимать. Это огромный... А естественно, что если там такое творится, то это же будет сказываться и на людей города. Поэтому... Поэтому...